Уже завязи. Чуть ближе к городу они были крупнее. Ну вот здесь. Снега было в этом году очень много, поздно растаял. Обычно в этом году, в это время года, сейчас все какое, 11 июля, мороженое уже везде в завязях. Уже более-менее крупных. Некоторые даже собирают. Я обычно собираю спелый так. Так, пробую. Вот он. Это кулик теперь все болотный. У меня где-то на канале есть видео. Кулик сидел и кулик рядом ходил. Я его смог заснять. Довольно близко. Раз у меня мылица была, там тридцать двукратное приближение. Поэтому было легко сфокусироваться, легко приблизить. Этот фотоаппарат не даст. Музыка леса. Вон он сидит. Черника завязывается. Мне кажется, это уже будет много в этом году. Такое черничное место. Но мне не нравится как собирать чернику. Лучше собирать на Южном склоне. К примеру, вот так. Там она вкуснее, сладче. В таких местах она более кислая. Не собираюсь здесь. Хотя бывает редко, но в таких местах тоже. Если лето теплое, то хорошо поспевает. Музыка леса. Что-то мне нравится в лесу. Наши северные леса самые красивые. И еще тут сложно заблудиться. Мне нравятся сопки наши. Как-то я был в Калужской области. Полюсу гулял и заблудился. Точнее не по лесу. Ушел там на место и... Вот, дождь там далеки. Дождь я не хочу. Вот и попал. Короче, заблудился. Хочел связать. И все. Думаю, где, куда я попал. Ушел к реке. Жизра там идет. По реке можно выйти на дорогу. Почувствовал где-то река. Запах такой свежести. Вышел на дорогу. Вышел к реке. И там нашел мост. Короче, вышел я из леса. Так думал, все. Сблужусь. Потому что я таких вот в средней полосе в лесах не очень ориентируюсь. Там хоть все однообразное. Мне кажется, когда люди уже ходят по тем лицам и не знают все. Каждое дерево. Это тут уйдешь хоть на 20, хоть на 30 километров. И я всегда могу вернуться домой. Раньше компас включал, если что. Когда по молодости ходил. Это все. Вроде заплутал. Компас беру и иду в направлении. С куда я вышел. Вот здесь морошка еще цветет. Вот эти хорошие морошковые места. Морошковое болото. Видите, какие дали. Как-то у меня не получалось. Один раз я почти заблудился. Вышел. Компаса не было. И с одной и с другой стороны одно и то же. Как зеркальное. Немножко подумал. Походил. Помнил, откуда я выше. Откуда я пришел и пошел в нужное направление. А так здесь. Хотя приводы разнообразные. Куда бы не пришел. Везде вспомнишь, что здесь был, здесь не был. Красивое такое. Сюда я и приду. В августе или в сентябре. В начале сентября она еще будет, так как позднее лето. В том году, кажется, да. В прошлом я потом, да, собирал морошку в сентябре. В 19-м году в сентябре морошку собирал. И в том году, в 18-м кажется, не в 19-м, в 17-м. Короче, в 18-м у нас было жаркое лето. Лето было нормально. Поза началась. И я пошел в начале сентября за брусникой. Два раза хотел за брусникой, два раза возвращался с морошкой. Не доходил до места. Мое место расположено в дороге в 6-ти километрах брусничных, где я собираю брусников. И так идти по лесу надолго, по пути собирал морошку. Пошелся возвращаться. Это кажется, что эти 6 километров, это мало. В городе мало. А в лесу, когда идешь, болото, сопки в середине вверх, например. Да, у меня там место, оно на горе. Когда в середину в горку идешь, чувствуешь. Скорость стены забирается хорошая. Мне где-то километра четыре надо в лес пройти. Пошел километра два. Вот уже большая зависть морошковая. Километра два прошел. Еще два километра и все. Мне всегда было интересно, откуда в лесу тропинки. Вот как. Я даже надо все время подумать, чтобы в место идти. Ни вправо, ни влево. Вытаптывать. К тому же это тоненько есть. Тут топтанные такие. Вот откуда они? Все время, когда хожу, надо же. В чем идут они так правильно. Мимо болот, мимо свопок, чтоб по хорошему маршруту. Как, какой толпой надо было ходить, чтоб так вытаптать. Или специально ходили, может, они протаптывали. Хотя я подумал, может, по обычных целях, когда собирали грибы и ягоды, может, представишь ли, в плотной точке, туда-обратно. Хотя все равно на утро пойдешь на следующий день по этому и тому же месту. Тропинки ты все равно не увидишь, если она не протоптана. Бывает, тропинки расходятся. Опять соединяются. Это же не и не просека, а тропинка. Просеки-то я в жизни не видел, потому что все разросли. Не прорубает давно. Такая погодка. Надеюсь, доджик не лимонет. Хочу еще квадрокоптера запускать, поснимать. Здесь надо протереть, говорят, надо протереть объектив у квадрокоптера. Потому что, видимо, заляпанный был тут раз. И качество плохое было. Сейчас попробую. Если дождя не будет, то запущу. Полянка красивая. Вот эта месть я не был никогда, кстати. Такие следы здесь. Кто-то проходил недавно. Доджикой запускать его не буду. Она мокнет. Сломается еще. Дети его не видят. Хотя я только себе покупал. Больше. Дети. У меня ребенок идет. Хочу квадрокоптер. Ну, нашел такой более-менее дешевый. И, насколько казалось, качественно снимает. Ну, смотрим. Если протереть у него. Так. Ладно. Одинокая сосна. Я немножко север не ушел. Просто гуляю. Поэтому я не иду именно в задное направление. Так. Прогулочка. Хочу выйти сначала в озеро. С той стороны, где обычно захожу. А с другой. Пройтись там. Посмотреть хорошее место. Помета я уже видел много здесь. Надеюсь, что здесь не будет. Что-нибудь я засниму. Ставлю на неделю. Лишь в субботу. Если будет возможность. Потом ловушку заберу. Видите, как красиво. Оп. Кстати, ветра нет. Так-то ветер хорошо не так жарко. И комаров нет. Разлетает. Ну, не слышно, что говоришь. Ветер мешает в озвучке. Да, приходится озвучивать дома. Что я очень не люблю. С другой стороны. Не очень приятно. Комар попал. Не очень приятно. Слушай, как я запыхавшись. Иду. Комар. Вот там высокая сопка. Вот на ней я собираю бруснику. Там брусничное место. Прямо вокруг этой сопки. Вся она. Я как-то собрался на большое. Сколько-то. 35 литров. За один раз. У меня на этой сопке. Свой короб. 30 литровый. Бетончик. Все короче, что у меня было, я забил брусникой. Она была спелая, крупная. Хорошая. Но там зато грибов мало. Вот такие места. Где-то брусника, где-то мурошка, где-то грибы. Ну, тут все болотистые места. Но вот опять, я говорил, болото. Небольшой лес. За ним будет озеро. Опять тундра. Потом опять лес. Вот озеро. Оно небольшое, но здесь часто рыбачат. Я не знаю, что здесь ловится. Один раз тоже был с рыбалкой, на рыбалке. Но все начало дождь, и без этой рыбалки просто греешься и собираешь дрова. Очень встал. Тогда не то, что встал. Неприятно было. И здесь подступов-то нет к озеру. Но народ ловит, я видел, кстати. Вон тропинка. Сейчас надо где-нибудь найти место хорошее. Немножко где-нибудь забраться повыше, чтобы рыбаки не взяли мою фото ловушку. Надеюсь, никого не будет за эту неделю здесь. Я видел здесь рыбаков только пару раз. Сколько хожу. Еще небольшие вспоминания. Как-то здесь, когда ночевали, любили дрова. Одно дерево стали трогать и заметили на нем гнездо. Очень красивое. Где-то фотография у меня есть. Не знаю. Очень давно было. Искать долго. Вот. И там были синие яйца. Только я потом прочитал, яйца это дрозда. Дрозда. Оказывается, у нас тут живут дрозды. Так, дождик заморосил. Оттуда идет неприятная туча. Не знаю, улетел ли этот дрозд от своего гнезда или нет. Но не хотелось бы, конечно. Мы же не знали, что там будет гнездо. Дерево было такое более-менее большое, сухое. Решили его срубить. К сожалению, ножка может навредили птицы. Не знаю. Вот здесь вдоль озера вот такая сопка. Здесь палатку ставить очень неудобно. Рыбаки здесь ходят из палаток, скорее всего. Не знаю. Не видел их палатки. Я тоже пока нашел место для палатки и замучил. Потому что здесь реально ее не поставить. А очень далеко от озера уходить не очень. И не хочется. Там пойдешь удочку забросить. А палатка далеко, мало ли. Заговорят, в лесу вредители. Мыши и миши. Мыши прогрызают все. Но и медведи вы сами знаете. Если оставить, что-то даже еду повесить на дерево. И то там находят. Если не белки, то мыши прогрызут. Пакетик. А на полу ставить там мыши набегут. Что такое вредители здесь. Вот здесь более-менее пологое место. Вот где-то здесь я ставил палатку. Но все равно здесь место пологое, но не ровное. Палатку ставить не очень удобно. Пать точнее не очень удобно. Здесь поставлю фото ловушку. Во-первых, там ручей. Тут никто не ходит с людей. Ну, крайне, зачем здесь ходить? Чуть подальше от озера. Вот такое здесь место. Здесь, мне кажется, должны быть животные. Не хотелось бы, конечно, в блюде мою ловушку взяли. Вот, скорее всего, к этому дереву я ее прицеплю. И вот сюда она будет смотреть. Так вот. Все поставил. Опять главное, чтобы никто в ней не нашел. А еще меня. Их забрал. А место здесь очень живописное. Так, иду на сопку запускать навигатор. Здесь не буду дольше околачиваться. Чтоб никого не распугать. И домой. На сопку сейчас не залезу в ближайшую. Кстати, в этих местах еще попадется дикие собаки. С ними сталкивался два раза. Один раз рассказывал, много раз. Иду я. Значит, за грибами туман. Кстати, был очень большой, такой сильный туман. И смотрю, из тумана идет собака. Шая такая. За ней три маленьких. И они ходят в туман. После этого стал брать с собой газовые баллончики. Потом уже стал брать с собой разные вещи. И... Вот так он такой. Сигнал охотника. Фальшфейер. Смотрите, здесь... Валер, я недалеко от такого места поставил. Здесь сейчас стоянка. Надеюсь, неделю сюда никто не придет. Но если придут, надеюсь, они не увидят. Жалко будет ловушку. Фух. Интересно, как давно они здесь были. Как часто бывает. Вон там шампура. Поплывок. Нет, переставлять не буду я. Патроны. Гильзы от патрон. Серьезно здесь. Здесь сегодня никто не пришел. Надеюсь, они в отпуске хозяев эти стоят. Серли банки там. Подводки, бутылки. И вот иду я. Кстати, от этого места далеко. Слышу лай собаки. Тявка не такая. Звонкая. Тот собака идет. Немножко замедлил в холод. Думаю, сейчас встретимся. Посмотрим, кто это такой. Потом глухой такой басистый звук. Басистый лай. Это меня немножко растерегло. Я пошел побыстрее. Секунд через тридцать уже раздался лай. Заделай обвис к той маленькой собачке. За которую, видимо, гналась там большая. Секунд тридцать она визжала. И затихла. Вот. И я решил удалиться быстрее на открытую местность. Приготовился. Мало ли. Линя нападет. Но ни разу на меня собаки в лесу лисы не нападали. Хотя они здесь есть. Даже когда мы ночевали здесь под дождем. Было давно. И то здесь слышали лай. Лай вокруг нас. Ну, я думал, что хозяин. Ну, не будет здесь хозяин. Собака сидит всю ночь под дождем. Даже если бы сидел, он бы ее в палатку, наверное, подтащил. Он был с палаткой. Но мы никого не видели. Ни собак, ни хозяев. Такой учаек. Здесь текет. Может, зря я здесь палатку поставил. Рядом с местом отдыха. В принципе, это малая вероятность того, что кто-то придет. Даже если сюда будет здесь ночевать или отдыхать. И наткнется на ловушку. Дрова, конечно, если будет рубить. Но, смотрите, сушника мало. Ладно. Надеюсь, никто не берет. В пиздец поставил. В садика никто не пойдет. О! Какие-то там черные тучи. Надвигаются. Сегодня после 12 обещали дождик. Быстрее двигаться. Чуть не упал. Птиц здесь много. Кстати, это хорошо. О! Не знаю, видно или нет. Они летают здесь. Целые стаи. Еще немного леса. С поющей птичкой. Позапускал кодер-коптер Прилепил туда Камеру Ну нормально с ней полетал Не знаю, какие съемки будут Но даже обратно вернулся Правда, немножко он погружился Перед тем, как сесть Птичка такая красивая Кружился, кружился Но все-таки он приземлился в нужное место Я думал, он улетит Почему-то когда я его домой послал Он на него аккумулятор сел И он решил вернуться на место вылета Но сначала полетел в другую сторону Нужно кружился, кружился Но потом вернулся в точное место Ну все, городик начинается Я иду домой 9,4 километра А вот она поет Жалко, зум не позволяет ее заснять Плохо, что камера не передает Всю лесную атмосферу Как здесь классно И ароматно, кстати Музыка леса Аромат леса Ой, чуть не упал Здесь вот скорее всего Очень долго лежал снег В некоторых местах Нех еще даже не расставил А место проходил Здесь тоже Народковое место хорошее Здесь очень много цветет Все цветут Кругом просто Вот еще много морошка здесь будет Кстати, самая лучшая морошка Вот растет Вон там, на кочках Где-то летят кочки Там она Крупная Вырастает Много кочек Надо будет нагрянуть И вот Подальше от болота Там, например Покажу кочки Вот такие кочки Вот самая типичная кочка Сейчас я И найду быстрее Вот В таких кочках растет Такая самая крупная морошка В низине она Какая-то мелкая бывает Суде вот такого мха Но я не думаю, что она будет В начале августа Первого августа Как там осталось? Две недели За две недели она Не вызрит Сентябрезы не можем выйти Такой у нас еще лет бывает Просто бурелом Я с него прошел Не пошел по тропинке Но там не снимал На камешке посижу Дождобус я не спиваю Так, придется Немножко Побыть в лесу В принципе, видам это Не особо хочется Интересно, чей это поймет Такой большой Где-то здесь яд ли ходит Вот Чем ближе к городу Тем Крупнее ягода Становится Там ее вообще нету А здесь Кстати Это южный склон К тому же Вот уже Морожка появляется Снимай с телефона Макро Этот объектив не взял с собой Такая она Такая она Какой моровейник Субтитры сделал DimaTorzok